Студия 89,9. Концертный зал. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Роман Шахов. Добро пожаловать на очередной выпуск программы Концертный зал. Дело в том, что уже завтра будет замечательный праздник, День защитника Отечества. И все мы, защитники, думаем, какой бы вот там подарок такой самим себе сделать. И, конечно, редакция программы Концертный зал. Телерадиоканал Страна ФМ придумала, кого же можно и нужно пригласить в такой день. Итак, дорогие друзья, в концертном зале сегодня Сыгдиана. Привет. Добрый день. Вечер уже, можно сказать. Здравствуйте. Как ты поживаешь? Расскажи, пожалуйста. Мы с тобой не виделись с лета 2017 года. И очень бы хотелось знать, что у тебя интересного в жизни происходит. Происходит много хорошего, в том числе и в творчестве. Так. Да. Дело в том, что с конца прошлого года я... Вот так случилось, что у меня новая команда. Об этом мы сейчас и будем говорить с тобой. Ты представишь нам музыкантов. Обязательно. И расскажешь, как же вы встретились. Был какой-то кастинг или вы все знали друг друга? Нет, нет, нет. Здесь вообще другая история. Дело в том, что ребята, замечательные, с которыми мы сейчас работаем, они, как вам сказать, они вместе с прекрасным новым менеджментом моим пришли в мою жизнь. То есть ты решила все обновить у себя? Менеджмент? Да, все, наверное, само собой случилось. К чему я рада, потому что мне очень сейчас комфортно. И так же комфортно, так же красиво представляй артистов, которые сегодня здесь с тобой в концертном зале. Да, с радостью. Пожалуйста, любите и жалуйте Дмитрий. Замечательный. Дмитрий с волшебной улыбкой и красивой бас-гитарой. Дим, немножко так по ней пошумите, да, чтобы было понятно, что действительно у нас настоящий басист. Это не просто так, это не бутафория, живой звук. Так, Тимур. Тимур занимается роялем. Рояль. Клавиши. Все, что с клавишами. Мак и чародей звуков. Спасибо, Тимур. Спасибо. Так, Антон. Антон. Так, что это? Антон вообще у нас человек оркестр. Вот так сказать. Значит, у Антона и гитара, и ударная установка, и, возможно, что-то еще. Ну, шейкер валяется в ногах. И, в общем, да, акустическая гитара. Здесь действительно очень много всего, и ребята вот с Максимом порой меняются гитарами, смотря какая песня, смотря какое настроение у песни. Так что Антон нежадный. Антон нежадный. Антон, стукни, пожалуйста, что-нибудь по инструменту. Опа! Точно. Красиво. Так, и у нас Максим. Гитара Максим. Друзья, вот этим волшебным составом команда Сагдиана, кстати, как она называется у тебя? Может быть, группу даже как-то назвала? Или просто команда Сагдианы? Бэнд. Бэнд? Да. Сагдиана Бэнд. Сагдиана Бэнд. Все. У нас начинается музыкальная часть концертного зала. С какой песней это будет? Я предлагаю начать с песни «Разлетелись облака». Она очень такая трепетная, атмосферная песня, и с нее как-то вот очень мне нравится начинать. Смотрим, слушаем. Ночью за стеной у дождя Вновь опустилась в облаках. Ты, ты все на время Ты мой не вечерний свет Ты мой крик, мое молчание Сладкий сон, не мой рассвет Моя боль, мое отчаяние Разлетелись облака, небо смотрит ворона Разлетелись кто куда, в сердце пеет холода Разплескались по пути, разметались по ветру Мне теперь себя не найти Только знаю, ты найдешь пути Сердце мое Мой занавешенный мир Спит тишина над городом Мой погружается в мир Сладкий ветер островок Тихий свет при расставах Среди моря голосов Ты не слышь мое молчание Разлетелись облака, небо смотрит ворона Лето опостало Разлетелись кто куда, в сердце пеет холода Счастье миновало Разплескались по пути, разметались по ветру Мне теперь себя не найти Только знаю, ты найдешь пути Сердце мое Счастье миновало Разлетелись облака, небо смотрит ворона Лето опостало Разлетелись кто куда, в сердце пеет холода Счастье миновало Разплескались по пути, разметались по ветру Мне теперь себя не найти Только знаю, ты найдешь пути Сердце мое Наши сердца трепещут Сагдиана, друзья, в концертном зале Сегодня на телерадиоканале «Страна.ФМ» Чья это песня, Сагдиан? Кто написал? Что за автор? Написал очень талантливый человек Зовут его Сергей Ахунов Он написал несколько песен для меня Для других артистов тоже писал А сейчас он полностью пишет песни, музыку для кино Кинокомпозитор сейчас, да? Да Был у тебя период сотрудничества с Алексеем Малаховым таким? Он есть Сейчас продолжается что-то ждать от него, от этого хитмейкера? Да, вот мы записали с ним песню летом того года Песню «Неделимы» И еще сейчас в работе у нас одна песня Когда работа закончится? Когда ты нам ее представишь? Как только, так сразу То есть пока не знаешь еще? Пока не знаю Потому что у нас очень много песен в работе И какая выйдет Сейчас сложно сказать А сколько песен в работе? Много скажи Четыре Четыре песни? Да Мы с тобой разговаривали летом опять же И ты говорила, что вот-вот выйдет пластинка Альбом новый Должна была Сейчас у нас конец февраля Я так вспоминаю осень Все эти дни Которые мы провели в долгом ожидании этой пластинки Просматривай новостные ленты и твой инстаграм И, собственно, вот хотелось бы у тебя спросить Что же, почему же мы не дождались? Ну, конечно же, это случится И дело в том, что Не то чтобы не хватало песен И песен достаточно Да, у песен тогда хватало, по-моему, уже Да Но вся ситуация, которая была у меня в тот период Не до этого было? Да Было совсем не до того Я даже не знала, с кем вообще выпускать альбом Куда идти и что делать Ну, сейчас ситуация улучшилась, изменилась Конечно Да Вы же видите, я как я счастливая Да И что касается пластиночки Это уже вопрос от меломанов Такой, когда чего? Есть понимание? Сейчас не буду говорить уже, точно Когда? Но скоро Это точно могу сказать Все, мы будем ждать тогда пластинку У нас заканчивается зима Зима такая неоднозначная, снежная Как вообще ты относишься вот к таким зимам? Потому что ты человек, который, наверное, привыкла к другим зимам И, собственно, где снег видят только на картинках Ну, а здесь вот такая зима снежная Расскажи Я уже к ней тоже привыкла Любая погода прекрасна, конечно же, мы должны ее принимать Ну, я очень люблю тепло И для меня, когда вот холодно, я прям совсем-совсем тяжело это переношу И стараюсь как можно быстрее в тепло Где можно согреться Какие лыжи, сноуборд, баня? Скажи, что у тебя есть в эшлимнале? Есть коньки, но не у меня, у детей И я ужасно катаюсь Я... Мой верный друг Бортик, вот Он меня не отпускает Когда-нибудь парни-то твои Да, мне уже сказали, что мы уже так катаемся, мам, что можем тебя научить Так что давай вперед Ну, пока ты не встала на коньки Мы встаем, опять же, на музыкальный курс программы «Концертный зал» И следующий номер нашей программы объявляет, что за песня будет Ребята, что за песня? Ребята Да А сердце магнит Сердце Антон подсказывает, да Жизнь играет сердцами Что же дальше будет с нами? Сердце болит моё сердце Магнит Незаметно исчезает призрачный туман Ты попался в мои сети словно мальчуган Это всё мой сладкий обман Я была и нет сейчас того, что в первый раз Надо вернуть с луны сияние, что любила нас свой с тобой И вместе сейчас Моё сердце болит, мучается, мается Сердце болит, пьётся, стучит Моё сердце горит, только не кается Да, тебе и говори Сердце магнит Сердце болит Моё сердце горит, только не кается Да, тебе и говори Сердце огненит Пально, что погибаю я без гуд твоих Я сама попала в эти сети на двоих Но меня к себе не заби Ты забудешь, знаю, любишь это навсегда Оставайся здесь навеком, мне лететь пора Это жизнь, и это игра Моё сердце болит, мучается, мается Сердце болит, пьётся, стучит Моё сердце горит, только не кается Да, тебе говори, сердце магнит Сердце болит, моё сердце горит Только не кается, да, тебе говори Моё сердце болит Моё сердце горит, жизнь, и это игра Сердце болит Моё сердце болит Мучается, мается, сердце болит Пьётся, стучит Моё сердце горит, только не кается Да, тебе говори, сердце магнит Моё сердце болит Концертный зал Друзья, концертный зал продолжается на телерадиоканале Страна ФМ У нас в гостях Сагдяна, только что послушали сердце магнит Большой привет Сергею Галицкому, да, и желаем ждут держаться Что касается этой песни, хотелось бы спросить не только кто автор, но и кто аранжировщик И автор, аранжировщик, в принципе, это один человек Эта песня была написана 12 лет назад За два года до её появления на проекте «Фабрика звёзд» Её написал для меня тогда очень известный в Ташкенте автор Равильги Мазуддина Я была просто фанаткой его песен Потому что всё, что он писал, становилось хитом в Узбекистане И я очень хотела, очень мечтала, что вот он тоже мне напишет песню И вот так и случилось Он написал мне эту песню, музыку написал Слова мы вместе с ним в соавторстве писали Это было тоже очень интересно Кстати, песня есть на двух языках Ещё на узбекском языке есть эта песня У тебя часто ли находится время вдохновения, чтобы писать песни? Меня вдохновляет музыка И, наверное, большинство своих каких-то текстов я написала именно на музыку Мне легче, потому что музыка меня как-то сама направляет Например, когда Равиль мне присылает какие-то наброски свои, мелодии Он что-то там где-то споёт Например, вот «Сердце магнита» он вот так мне прислал Мы вообще даже хотели её так и оставить Я говорю, ну очень даже Сгласно звучит А, кстати, можно сделать такую версию акустическую Немножко вот антентичную Узбекистанчика немножко добавить там, почему нет? Обязательно Вот, и вот так и получается, что я пишу, потому что вдохновляюсь самой музыкой Ты сказала, что вот-вот должна появиться пластиночка Но, скорее всего, после пластиночки возникнет какой-нибудь тур в поддержку пластиночки Конечно Это точно будет, да? Будет Работа над этим с новой командой ведётся тоже, правильно? Ведётся, всё ведётся, всё сейчас в работе Дело в том, что мы не так давно стали работать Ну, по большому счёту, только полтора месяца получается Вот То есть, по сути, Новый год, новая команда решила Да Ну, я желаю вам успеха Ребята играют как прекрасный музыкальный аппарат Отдельный привет Антону То есть, ну, там всё, все инструменты И все вы делаете свою работу Да Блистательно Горжусь Гордишься, правильно По клипам Мы, как телерадиоканал, интересуемся и этой стороной жизни артистов Вот просто после неделимых, да, что-то ещё когда-то Вот Да, неделимых, кстати, вы навеяли мне идею Да? Да Потому что, когда я пришла к вам представлять песню И вы же делаете вот такой видеоряд Мы стараемся, да Да, таки прям Ну, был клип, фактически, на эту песню И он заканчивался свадьбой И всё так было красиво-красиво Летели голуби Но у нас, фактически, тоже свадьба В конце клипа Мы стараемся Ну, а вот если какая-то песня будет ещё новенькая Ты нам её дашь, чтобы мы сначала сами сделали клип А потом уже ты снимешь Как поступим в этот раз? Ну, мы сегодня, в принципе, тоже пришли как раз с новой песней До конца программы у нас будет премьера Да, да, будет премьера Обязательно мы её для вас сыграем, споём А там уж будем ждать от вас тоже идей Хорошо, то есть, ну, пока у тебя вот, например, завтра-послезавтра нет такого в ежедневнике, что ты будешь снимать клип Ну, скоро снимаем, очень скоро, так что вам тоже нужно поторопиться Всё, скоро всё снимаем Хорошо, ну, тогда что? У нас, получается, клипы есть, песни будут Телевизионные проекты, Сагдиана Да, я вас слушаю Ну, может быть, есть какие-то приглашения уже, пока не можешь сказать Нет, почему? Очень много сейчас съёмок И есть уже такие съёмки, которые будут в мае только показываться Там какие-то передачи, ещё что-то Это музыкальные конкурсы или это... Нет Концерты И концерты, и просто разные развлекательные программы Ну, в общем, много-много всего интересного Так что всё это можно будет увидеть в течение вот последующего времени Только не так, что вот мы снились и его уже там показали Всё это как-то заранее Так что ждите Что касается вашей команды, хотелось бы спросить Ну, судя по тому, что ребята здорово, слаженно играют Как часто вы репетируете и вообще как это всё у вас отлажено? Как часто мы репетируем? Да, как часто? Посмотрите друг на друга Смерьтесь Да Какую-то версию надо выдать? Два раза в неделю Есть специальная база у вас, вы собираетесь и вперёд, да? И вперёд Дорогие дамы и господа, если у вас есть вопросы с Агдиане Оставляйте их в ВКонтакте, телерадиоканал Страна.ФМ Есть специальная публикация у нас, которая посвящена визиту этой красавицы Ну и, конечно, вы тоже можете задать какой-нибудь свой волнующий именно вас вопрос Меня волнует вопрос по поводу следующей песни Что это будет за трек? Расскажи Во все видимости, Ветер догнать, да, у нас? Да, Ветер догнать Очень мною любимая песня Равиля Равиля Эта песня была саундтреком к фильму, которым я снималась в Ташкенте давно, правда, это было И у этой песни очень интересная история Она, кстати, тоже на двух языках Она была очень медленная, такая атмосферная И я, честно говоря, не хотела из нее делать что-то другое Ремикс вообще как-то не предполагался А это сейчас будет как бы ремикс? Да, ремикс, вот как раз-таки он и пошел в этом варианте И я уже даже сама с трудом вспоминаю, как звучит оригинал Он тоже безумно красивый Если кому интересно, можете в интернете найти Есть эта песня в таком медленном варианте Но это случайно получилось Я попросила аранжировщика одного сделать мне ремикс на другую песню А он просто перепутал И я все слушаю вот этот вот ремикс И пытаюсь другую песню туда как бы впеть И не получается И звоню, и спрашиваю, что за... Не пойму Что за, да Что за, да И он мне сказал, да нет, я вот сделал ветер догнать И у меня был просто дикий восторг Вот И до сих пор Мы тоже хотим этот дикий восторг испытать Давайте Смотрим, слушаем Ветер любви в парус он нам задул Душу мою и твою сколыхнул Плыть ли нам вместе до самой земли Рядом был со мной и глаза не отводи Сердце так бьется, что слышно вокруг Это не гром моего сердца стук И разошлись черные облака И разошлись черные облака Лишь бы их снова на миг не затянуло Пусть же горит как никогда В небе погибшая ночная звезда Дай же мне знать, как рассказать или не помнить Ты же горит как никогда В небе воскресшая ночная звезда Дай же мне знать, как рассказать или не помнить Дай же мне знать, как рассказать или не помнить Слышишь ли песню мою поутру Счастье свое не дам никому Только ты крылья не обломай Пропастью вас высоты Пошел мне дай За белым днем снова темная ночь Лишь ты один в этом сможешь помочь Словно туманью, а небо иду Как рассказать мне, что я Ты просто не уничтожен Пусть же горит как никогда В небе погибшая ночная звезда Дай же мне знать, как рассказать или не помнить Ты же горит как никогда В небе погибшая ночная звезда Дай же мне знать, как рассказать или не помнить Ветер до плац Пусть же горит как никогда В небе погибшая ночная звезда Дай же мне знать, как рассказать или не помнить Пусть же горит как никогда В небе погибшая ночная звезда Дай же мне знать, как рассказать или не помнить Ветер до плац Ветер до плац Которая касается дуэтных песен В этом плане что-то Ведется какая-то работа Изыскательская деятельность Мне кажется, у меня столько дуэтов было В восемнадцатом году Сейчас может быть опять звонит Аврам Руссо Или что-то еще Расскажи Ну Аврам Руссо звонит, конечно Мы с ним общаемся Но пока что, я думаю, пока сольные песни А может быть, знаете, как вот бывает в процессе Что-то происходит Это же творчество Это невозможно рассчитать, просчитать, угадать Бывает так, что ты записываешь и понимаешь А как бы это дуэт Как поступаешь? С кем приятельствуешь вообще? Из артистов? Из музыкантов? Со всеми Со всеми в прекрасных, хороших отношениях Монатика по-прежнему слушаешь? Мне нравится, кстати, Монатика Я знаю, что нравится Вы запомнили? Да, мы запомнили У нас есть специальный институт запоминания Поэтому мы все запомнили Ну правда, что еще слушаешь? Из какой музыки? Вот просто в машине, например Что у тебя играет? Какой диск? Что-нибудь на флешечку? Ты закачала себе? Всегда разное Нет Всегда разное по настроению Иногда просто джаз Люблю слушать Классическую музыку На которой я выросла И все мое детство Было связано с классической музыкой Я скучаю по ней И порой сама играю И слушаю ее Пальчики помнят? Пальчики помнят Но, конечно Это не так Когда ты занимаешься каждый день По три-четыре часа Естественно Вот говорила тебе Преподаватель по фортепиано Не ходи ты петь Занимайся Отговорила Да Очень отговаривала Ну Это судьба Говорила ей Да У нее были другие взгляды Конечно же И я ей тоже очень благодарна Что все-таки Она дозанималась со мной Этот одиннадцатый класс Хотя я уже Решила Что буду поступать На эстрадный вокал А что касается твоих детей Вот они Как с музыкой? На вы То есть они Собственно Мама поет и хорошо Вот мам Эта песня нормальная Эта песня отличная А это так себе Могут посоветовать Это Но сами Не то что там Как-то в музыкальную школу В музыкальную школу Я знаю Что я же Вижу своих детей И я знаю Какое нужно терпение Чтобы пойти туда И заниматься И не бросить Вижу Что не усидят Поэтому Вот маленького Как-то тянет Ему семь маленькому Сейчас Да Уже будет восемь Ну Пока в общем-то семь Он Тянется к музыке Он очень любит Танцевать Просто включить Слушать Он ходит на танцы Он ходит на гитару А всё Таким музыка Он просил меня Года Три-два Два точно Два года Он меня просил Отдать Отдать его на гитару Потому что Только семи лет можно И вот в семи лет мы пошли Он сейчас ходит Занимается Сложно, конечно Потому что Это не такая Знаете Секция Где Показали там пальчиком И вот так вот Изобрази То есть И ноты мы учим И сольфеджио Все дисциплины И муз литература Нет, нет, нет Не сольфеджио Но всё-таки С нотами Мы уже начинаем дружить Хорошо Мы дружим с музыкой Не только с разговорами В концертном зале И сейчас вернёмся Опять к песням Давайте Какая у нас будет На этот раз У нас неделимая Да Та самая песня Та самая дам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Где-то во вчерашние дни Отпустила печаль Печаль разлуки Больше говорила Не жди Повторяла себе Не отпустив руки Убежать куда бы-нибудь Не вдоль до тебя Но ты повсюду В нереально снова шагну Пойду вновь искать Кто тебя по кругу Дважды в один берег реки Кому же не пойти Кому же не пойти Мы любимый Мы из отчет серии любви Быть нам или не быть Но на веки мы Не делим мы Не делим мы Ты как будто бы ураган Мосты разрушил сам Но я прощаю Подарю еще один шанс Ведь любовь не игра Но мы играем Два жены в один берег реки Кому же не пойти Кому же не пойти Любимый Мы из отчет серии любви Быть нам или не быть Но на веки мы Не делим мы Два жены в один берег реки Кому же не пойти Кому же не пойти Мы любимый Мы из отчет серии любви Быть нам или не быть Но на веки мы Не делим мы Мы из отчет серии любви Мы не делим мы Мы из отчет серии любви Сейчас нас смотрит и слушает Алексей Малахов. Мы в который раз говорим ему огромнейшее спасибо за эту песню. Прекраснейшая работа. Люблю спрашивать творцов, которые особенно работают со словом. Где-то необходимо, как мне кажется, брать вдохновение для того, чтобы писать. Писать с легкостью, подбирать фразы, слова, переставлять. Что читаешь? На чем ты росла? Вот об этом расскажи немножко. Какая литература тебя привлекала когда-то? Что тебя формировало и что сейчас читаешь? Я так скажу, что мне очень нравится читать то, что в какой-то степени меня учит, развивает, помогает. То есть я не совсем люблю читать художественную литературу, а скорее это вот какие-то эзотерика. Саморазвитие? Да. И порой это вот прям душа сама просит вот этого. Такая немножко мотивирующая история, да, получается? Мотивирующая, да. И помогает и работает зачастую. А стихи? Стихи, ну, это другое. Здесь в основном... Здесь сложно что-то сыграть, это скорее пережитое. Ну, чьи стихи, например, для тебя считаются такими вот прям вдохновляющими? Чьи стихи ты могла бы, ну, почитать, например, когда у тебя романтическое, спокойное настроение, есть время? А Пушкин, Есенин, Высоцкий, Евтушенко, что тебе... Ну, все, что вы перечисляете, и, конечно, это все необходимо знать, ну, наверное, каждому человеку, чтобы как-то формировать себя, может быть, даже лучше понимать себя, потому что, наверное, самое сложное в жизни понять себя, какие же мы все-таки на самом деле. И когда читаешь такую литературу, в том числе и стихи эти, и Ахматова вот эта вот женская, то, что действительно человек пережил и выстрадал, и ты это чувствуешь сердцем, и в какой-то степени ты даже можешь сказать, что действительно я так думаю. Я вот не знала, что я так думаю, да, но не знала, как это выразить, а вот, оказывается, оно вот так есть. По поводу мотивирующей литературы, ты не производишь впечатления человека, которого надо куда-то мотивировать. Мне кажется, все хорошо у тебя с энергией, с желанием, с напором. Или есть такие периоды в жизни, когда ты как-то вот сомневаешься в чем-то, думаешь идти, не идти, делать, не делать, и как в результате принимаешь решение? Кто-то подсказывает, есть какой-то мудрый советчик у тебя, или команда здесь? Расскажи. Ну, конечно же, я, как и любой творческий человек, очень чувствительная и ранимая, наверное, и, конечно, сомневаюсь порой в чем-то. Это сейчас у меня, наверное, вы чувствуете энергию, которая начинает возобновляться. В период обновления, да, конечно. Да, да. А так, конечно же, мне нужен рядом человек, который бы помог и словом, и придал какой-то уверенности. Я думаю, что это и любому человеку необходимо. Спасибо. Нам необходимо сейчас вернуться к музыке. Мы делаем это с удовольствием. и какой трек послушаем, посмотрим. Сейчас мы исполним для вас очень красивую песню. Называется она «Подснежник». Этот «Подснежник» прекрасный написала Алиса Осенина и Тарас Паненко. Я очень благодарна за эту песню, потому что она вот в самое сердце. И скоро весна. Да. Да. Закрой Прошу, я без тебя едва дышу, а ночь украла вновь. Короткий зимний день, я день. Лежало сердце в пустоте, а рядом всё нитей, нитей. В объятии темны замёрзли все цветы, остались только я и ты. Ты останешься со мной до утра, и дыхание согреешь нежным рывом. Как белый под снежник. Свет горячих пальцев просто вода. Обними весна придёт неизбежно, и в душе моей опять расцветёт любовь. Как белый под снежный. Прости меня за этот снег. Он так красив, но только как свет. И круг тебя отдает, но вовсе не смей, не смей. Он всё ещё с небес летит, остынет сердце ад, обид. Любовь моя жива, а зевшая душа отдает и тебя прости. Ты останешься со мной до утра, и дыханием согреешь нежным любовь. Как белый под снежник. Свет горячих пальцев просто вода. Обними весна придёт неизбежно, и в душе моей опять расцветёт любовь. Как белый под снежник. Как белый под снежник. Ты останешься со мной до утра, и дыханием согреешь нежным любовь. Как белый под снежник. Свет горячих пальцев просто вода. Обними весна придёт неизбежно, и в душе моей опять расцветёт любовь. Как белый под снежник. Весна придёт неизбежно, дорогие друзья. И в какой-то степени благодаря Сагдиане и её прекрасным красивым песням. Чтобы ты вернулась домой и лишних вопросов тебе не задавали, давай поговорим и про старшего сына. Потому что как-то мы обошли его стороной. Помнится, было у него горячее желание стать кардиологом, кардиохирургом и бизнесменом. Как-то всё это у него было связано. Что сейчас? Что поменялось? Я в шоке от вашей памяти. Да, он действительно... Не знаю, вот такое желание у него было именно кардиохирургом. Сейчас, мне кажется, он тоже всё-таки об этом думает. Но как-то пока что бизнесмен побеждает. По крайней мере, на сегодняшний день. В музыку, в спорт как-то вот пока... Занимается, но опять-таки это всё для развития, для себя, для спинки. Но нет, не так непрофессионально. Дома ты поёшь? Есть у тебя такая привычка? Пою. А что поёшь дома? Вот так для себя мурлыкаешь, ну, может быть, чтобы как-то домашних развлечь или самой немножко настроиться, быть в тонусе. Есть какая-то песня такая, вот, может быть, ты акапельно бы что-то исполнила? Что-нибудь любимое такое? Именно распеваться? Да, такая песня домашняя. Обычно я распеваюсь распевками. И очень люблю, когда никто не слышит. Потому что это, наверное, какой-то такой очень личный такой момент, когда ты распеваешься, когда ты работаешь над голосом. Уже хочется показать результат. Что-то медитативное такое получается? Ну, нет, это обычные распевки. А песни... Ну, я очень люблю так разную музыку, но, наверное, всё-таки преобладают у меня такие песни, на которых я выросла. Это и Queen, и Celine Dion, Boutny Houston. Ну, вот это был их самый пик, когда я начала увлекаться серьёзно музыкой. Ну, а Celine Dion, может быть, чуть-чуть? Давайте чуть-чуть. Давайте, давайте, сделаем сейчас. Ребята переглянулись. Никто ничего не знает, потому что... Слушайте, это экспромт, это прямой эфир, это страна FM. My heart will go on. Итак, немножко Титаника. Это, кстати, первая песня, с которой я вышла на сцену в школе. Это хороший выбор. Да, а тогда выбора и не было. Это была самая бомбически популярная песня. Все пели, скажи. Мне кажется, все выходили и пели эту песню, да. Ну, Celine Dion прекрасно, да, конечно, сделала эту песню. Ребята, я так понимаю, не готовы? Ну, ничего, я сейчас начну. Давай, 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 конечно, удивим их тоже. Не знаю, как это носить, но... Every night in my dreams I see you, I feel you That is how I know you Go on Far across the distance And spaces between us You have come to show you Go on Near, far, wherever you are I believe I believe that no others Go on Once more You open the door And you hear in my heart My heart will go on and on Go on and on I feel like you are 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 And, кстати, I have a Он вам давал с собой потом это знание. Да, да, да. У меня есть эта кассета. За что ему громаднейшее еще отдельное спасибо. Очень большое спасибо. Да, и на самом деле было очень приятно работать вообще со всеми. И опять-таки, наверное, повторюсь еще раз, было волшебное путешествие. Вот этот прекрасный проект «Фабрика звезд», который очень много дал многим артистам. Спасибо ему. Спасибо. Мы сделаем небольшую паузу, друзья, после которой обязательно вернемся. Это «Страна.ФМ». Друзья, если театр Юрия Куклачева выдает какие-нибудь награды и премии и медали, то Сагдиана, как мне кажется, должна получить высшую награду этой организации, потому что она просто героический человек. Расскажи, как это случилось вообще в твоей жизни? Это за кулисами, да, мы сейчас так быстренько обсудили. Позавчера было нападение на моего прекрасного любимого кота. Что за порода у тебя там такая? Не знаю. Просто кот? Просто кот прекрасный, очень милый, ласковый, красивый. Так, и кто же вот, что же? Это какие-то две собаки, огромнейшие собаки, тоже, не знаю, какие. Но враждебные собаки. Двор-терьерчики такие. И они прибежали и напали на нашего кота. И мы слышали только ужасный лай и поняли, что что-то неладное. Вот, и пришлось спасать его с разными инструментами, в том числе с ошибок. Ну это здорово, слушай, это говорит о том, что ты не безразличный человек. Ну как? Ну как? Это же такая прелесть. Это же член семьи, такой родная душа. Из этого мы поняли, что ты кошатница, правильно? Я этого не знала, потому что у нас всегда была какая-то тяга к собакам. У нас была собака, когда я была еще маленькая. У нас был французский бульдог. Так, хорошенький. Да, замечательный такой, такой, который храпит и все остальное, который ворует славу. Со всеми атрибутами, да. Французского бульдога. А потом чешется, потому что очень аллергичный. И вот как-то вот этот кот прекрасный, он сам к нам пришел. Молодец. Мы не брали котов, хотя дети очень просили или собачку, или кого-нибудь. У нас были там хомяки, такая альтернатива какому-нибудь животному. И вот этот прекрасный, милый кот к нам пришел, чему мы рады. Уже почти сколько? Два года. Год и семь, восемь. Говорят, кошки стресс снимают. Поддержишь? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Ты просто обнимешь его, он такой ласковый, мурмяу, и все. Мурмяу, это хорошо. Хочется полежать с котом на диванчике, но судя по тебе, не видно, что ты любишь на диванчике лежать, а кажется, что ты занимаешься своей фигурой столько же, сколько вокалом. И, скорее всего, перед тем, как вот сейчас у нас новый сезон, станет тепло, девушки хотели бы узнать, как, вот, что у тебя за лайфхаки такие, чтобы поддерживать себя в такой прекрасной форме. Есть ли какие-то секреты, может быть, полезные привычки, которые ты вырабатываешь? Расскажи. Полезные привычки? Отсутствие вредных. Ну, какие привычки вредные? Вот, что ты не применяешь в своей жизни? Чего не приемлишь? Ну, называть? Ну, помоги людям, которые хотели бы постройнеть, дай полезные советы, если. Я в последнее время стараюсь исключить жареное, жирное, и вообще дома у нас в основном паровое, отварное или духовое. Духовочное. Духовочное. Да. Ну, в общем-то, здоровая еда, хоть и мясо мы кушаем, но стараемся его не жарить. Без колбасы, вот такие вещи. И у нас дома принципиально нет весов. Вот принципиально. Потому что мне не хочется на этот счет слишком заморачиваться и загоняться. Потому что если есть весы, то всегда хочется на них встать и там начинаешь думать постоянно об этом. Мне кажется, что не нужно. Я думаю, каждая девушка прекрасно чувствует себя сама, даже по одежде или просто по ощущениям. Вот, бывают ощущения, что джинсы оплотнели. надо что-то менять в жизни. Да, но тогда просто исключаются хлеб и мучное и всякие сдобы и все остальное. Сагдяна, ну, скорее всего, есть какая-то активность, кроме того, что ты защищаешь кота. Да, обязательно. Что у тебя? Я не могу сказать, что я прям хожу постоянно в спортзал, хотя, когда есть время, я туда хожу, но если времени нет, но все равно надо. Так что у меня дома есть гантели, утяжелители, да, и я там сама. Турничок? Нет, турничка нету. Нет, так. Хорошо, мы очень рады, дорогие друзья, надеюсь, что вы записали все советы от Сагдяны. И сейчас хотелось бы может быть не советы, но какие-то поздравления для наших зрителей, слушателей, которые защитниками Отечества являются, да, и, конечно, которые сидят вокруг тебя. Кто, если не ты, скажет что-то такое? Ну, я с огромной радостью, конечно, поздравлю прекрасных наших сильных, дорогих, любимых наших защитников с праздником и очень хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, и чтобы вы всегда себя ощущали сильными и нужными, а вы нам очень нужны. И вдохновленными, красивыми женщинами. следующая уже финальная песня у нас в программе как она называется? Вот как раз-таки это премьера. Так. Песня называется «Будь со мной». Смотрим, слушаем. сессия «Будь со мной» и «Будь со мной» и «Будь со мной» и «Будь со мной» Я дожду прикосновения твоего огня Я люблю тебя, как любят тёплый месяц май После затяжной зимы мне лето Подавай, будь со мной, моё сердце сбуди Рядом ты, да только рук оттяни Будь со мной, яркой раной крови Будь со мной, а ты, ты меня храни Будь со мной, будь со мной Я хочу быть птицей, легкокрылой для тебя Я хочу с тобой петь песни ночью у костра Растоплю сердечком, может, даже не одно Верю я, что быть с тобой нам вместе суждено Будь со мной, моё сердце сбуди Рядом ты, да только рук оттяни Будь со мной, яркой радугой крови Будь со мной, яркой радугой для тебя Будь со мной, яркой радугой для тебя Будь со мной, а ты, ты меня храни Будь со мной, яркой радугой для тебя Будь со мной Написала текст И музыку Написала Написала Тоже хорошая девушка Забыла Телефон В инстаграме выложишь потом, кто написал Я тоже выложена Спасибо, спасибо Друзья, в инстаграме посмотрим Большое спасибо Сагдиана в концертном зале Меня так не отпускайте, пожалуйста Я вся в песне Все Татьяна Рокозина Сагдиана в концертном зале